В тот майский день свела сирену, пьянела нежным ароматом. Когда настал победный день, не стало слышно автоматов. Летела добрая молва в погожий, теплый день весенний. Ура! Закончилась война! Из уст веста молва летела. Солдат добрался и дополз. Добыл победу под Берлином. Встав над окопом в полный рост, смахнул в себя песок и глину. Народ советский победил в окопе, в поле, на заводе. От темных сил освободил, завоевал нам всем свободу. Шумел, гремел победы, гул, салютом озарилось небо. Мир в наши окна заглянул. Пришла великая победа. Мне было всего-навсего, когда отечественная война началась, 15 лет неполных. Так что я заниматься не мог. Я учился в школе. В 41-м году, в конце мая, начало июня, сдал экзамены за 8 классов. И ушел на каникулы. Естественно, на каникулах в июне, под 2 июня, меня застала война. Еще проучился один год до 42-го года. В 42-м году кончил еще 9 классов, 9 класс. Ну, как-то немножечко скопом, но все-таки экзамены за 9 класс дали. И, значит, в 42-м году, в июле месяце, нашу местность оккупировали немцы. Проживал в это время в деревне, у себя дома, все были дома. Деревня наша, там около 200 дворов, осталась целой, ничего, не сгорели, ничего. Боев не было, прошли немцы маршем. В оккупации я пробыл 6 месяцев всего-навсего. И в январе месяце войска Воронежского фронта прорвали там фронт, освободили Воронеж и освободили и нашу местность. Это было в январе 43-го года. А призывался я через 4 месяца. После освобождения, сразу в апреле месяце, всех нас, мальчишек 1926-го года рождения, абсолютно всех, значит, призвали в армию. В апреле, 23 апреля 1943-го года. Это свой первый бой, помню. Помню очень хорошо. Больше того, я его не забуду, как говорят, до самой последнего дня. Это было в начале октября месяца на румынско-венгерской границе. Здесь до этого Яско-Кисленевская группировка была разгромлена. Остановилась линия фронта. И в эту линию фронта осенью, в октябре, наши войска прорывали. Я тогда был механик, водитель самоходно-артиллерийской установки Су-76. И наш полк не участвовал в самом прорыве. Прорывали без нас. А наш полк бросили в прорыв. Когда прорывали немецкую оборону, сразу наш полк бросили в этот прорыв. Вот. И мы начали преследовать противника. Преследовали почти по венгерской территории, почти что до самого Будапешта. Участвовал в разгроме немцком в Будапеште. Участвовал, так сказать, в окружении группировки. И затем сдерживал эту группировку. Но, к сожалению, там и подбили мою самоходную установку. Я, так сказать, остался без нее. Самое страшное был вот этот вот самый первый бой. Потому что, ну, это трудно представить. Ничего не слышно. Все гремит, все гудит, все рвется. Кром светло рвется. Подо мной земля дрожит. Ну, представляете, это очень страшно. И когда уже была команда механик вперед, я начинаю нажимать ногой газ, у меня нога не слушается. Знаете, так сказать, страха. Кое-как, так сказать, пришел в себя, ну, так сказать, двинулась. Потом все это прошло, все привыкло. Фронтовая дружба – это тогда, когда ты очень уверен в человеке и готов за него отдать свою жизнь. Домой писал я примерно каждый месяц. Писал, потому что на фронте там у нас очень хорошо было с почтой, а в госпитале тем более. Письма ходили нормально. Ну, раз в месяц я писал. Больше не было необходимости писать. С дома получал письма то же самое нормально. В этом отношении все было, так сказать. Ну, я писал только в два адреса. Домой, дома отец-мат и сестра моложе меня на два года. И писал своей любимой девушке. А в День Победы... Я не знаю, какие чувства переполняли. Значит, я схватился как полуумный, как бешеный. Значит, дело в том, что я с поста сменился на часах. Вот, и положил автомат, и сразу уснул, как убитый. И проснулся, я не проснулся, меня разбудили. Разбудили выстрелы, жуткие выстрелы, понимаете? Все, аж дрожит, все автоматы, так сказать, палят. Ну, я, конечно же, все это меня подняло. Я чуть ли не, так сказать, подпрыгнул. Я понял, что это напали немцы на нас. Вот. Схватил автомат и бегом из этого, значит, выскочил вслед за другими. Вот, кричу, где, куда, где немцы? А с меня в сторонке стоят, и это самое, хохочет ребята. Какие, говорят, тебе немцы? Сержант говорит, да победа, какие немцы? Ну, я что, я на колено автоматы тоже включился в эту штуку. Диск выпалил, все, и радость. Жив остался. Ну, что, трудно сказать. Очень. Был такой памятный день победа. Наград у меня 22 штуки. Вот. Два ордена. Один орден боевой. Медалей у меня 4 боевых. За отвагу и медали за взятие Будапешта, за взятие Вены, за победу над Германией. И вот, и за отвагу, это считается медали боевые. Остальные награды, ну, за труд, на комбинате за работу я получил орден, знак почета. Вот и другие медали, так сказать. Остальные за труд. Есть юбилейные медали и так дальше. Ну, в общем, всего 22 правительственных наградей. Молодежи пожелать много хотелось бы. Ну, прежде всего, я хотел бы, чтобы молодежь помнила свое отечество, не забывала свою родину. Трудилась бы на благо, училась, трудилась на благо своей, так сказать, родины, на благо своего народа. Забывать о прошлом просто странно. Благодарной памяти верны. Хвалим постоянно ветеранов. А реально помогать должны. Ветеран войны проснулся рано. Снова раны старые болят. Помоги седому ветерану. За тебя сражался он в боях. Он пешком прошел моря и страны. И нелегким был тот долгий путь. Помоги сегодня ветерану. Сделай для него хоть что-нибудь. Проступают словно из тумана. Вица тех, кто отдал жизнь за нас. Помоги живому ветерану. Помоги. Не завтра, а сейчас. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!